Весна на дворе Замечательное настроение И с этим замечательным настроением Я, Евгений Гринкевич, приветствую всех вас И предлагаю посмотреть Свежий, солнечный выпуск программы Где идем? Я, конечно, не артист Но кое-какие цирковые вытребинки Могу делать, хоть и не специально Но, коль скоро я вспомнил об этом Фантастическом волшебном искусстве То сегодня предлагаю вам посетить Одесский государственный цирк И узнать его историю Ну вот, я упал А теперь встану и пойду Ой Ну, для того, чтобы правильно Преподнести вам историю одесского цирка Я так думаю, изначально нужно Рассказать, как проходили в нашем городе Подобные мероприятия И где одесская публика могла лицезреть До сели невиданные цирковые выступления В самом начале 19 века В Одессе уже работало множество цирковых балаганов На площадях и базарах выступали фокусники, скоморохи И заклинатели ручных медведей А в праздники устраивались народные гуляния И здесь на театральной площади устанавливался увеселительный городок С торговыми палатками, с пивными шатрами, с качелями, каруселями, амфитеатрами и балаганами В амфитеатрах проходили любимые в народе бои кулачные и борьба Ну а в балаганах устраивались театральные и цирковые представления История цирковых сооружений в Одессе началась в 1857 году Когда французский антрепренер Жан Батист Готтфруа Возвел первый цирк Шапито на полторы тысячи зрителей И на афишах указал себя как шталмейстер То есть начальник конюшни Наполеона Третьего Ну а вскоре он выписал из Франции своего брата Луи, искусного наездника И тогда на афишах стали печатать французский цирк братьев Готтфруа Вот он, цирк ходячий Вскоре на Куликовом поле появился большой деревянный цирк под брезентовым покрытием Носивший звучное название гипподром В те времена на Куликовом поле одновременно могло находиться до пяти балаганов Как русских, так и иностранных труп В 60-е годы позапрошлого столетия для гастролей цирковой труппы Гюттемана из Франции В театральном переулке было сооружено большое каменное здание По окончании гастролей его перестроили в Мариинский театр, в котором ставились оперные и драматические спектакли А также проходили цирковые представления А в Летнем саду Эрмитаж, что через Строгановский мост, было выстроено огромное круглое деревянное здание для гастролей цирковых трупп В 1879 году на месте нынешнего цирка на Коблевской, 25, было построено кирпичное здание цирка Альберта Соломонского Это было огромное каменное здание на 4000 зрителей, построенное по всем правилам тогда современного архитектурного искусства Но в силу целого ряда причин, простояло это здание недолго, всего 10 лет После Соломонский уехал сначала в Берлин, а затем и в Москву, где выстроил новое здание цирка Известное в наши дни как цирк на Цветном бульваре имени Юрия Никулина И вот вспоминая о Соломонском, здесь очень важно сказать, что до последней четверти 19 века никто не считал цирк зрелищем для детей И только цирк Соломонского здесь, в Одессе, еженедельно по воскресеньям давал детские спектакли, детские представления А в Рождество устраивались елки и детям дарились подарки После того, как в 1889 году здание старого цирка было разобрано Крупный предприниматель, миллионер, хозяин пивоваренного завода Вильгельм Санценбахер Решает построить на этом же самом месте новое здание для цирка Его проектирует инженер Гельфанд, и оно строится целых 5 лет И в 1894 году, к столетию, Одесса и город получает столь долгожданный подарок Огромная каменная двенадцатиугольная форма здания во многом состояла из железных конструкций Спроектированных и изготовленных в Германии На строительстве трудилось всего 14 рабочих, один инженер и прораб Собирались конструкции без сварки на заклепках Здание получило двойной железный гофрированный купол, обшитый между слоями металла, досками и войлоком Для сохранения тепла и акустики За это практически сразу же одесситы прозвали новый цирк железным Портер полукруглый, из пяти рядов общей сложностью 365 мест Конструкции, на которых устроены портер, ложи, первые и вторые места галереи железные В портере гнутые стулья с поднимающимися при вставании сидениями Во вторых местах красивые скамьи с такими же сидениями За креслами 40 лож, за ними 481 мест, затем 346 вторых мест, а выше галерея на 1000 зрителей без сидений Освещался цирк электричеством с городской станции Зал вмещал 2300 зрителей Необычность одесского цирка заключается еще и в том, что высота от манежа до купола составляет 22 метра Тогда как стандарт всего 18 метров Открытие цирка состоялось 25 января 1894 года с гастролей широко разрекламированной труппы братьев Феррони После смерти Вильгельма Санценбахера в этом же году владельцами цирка стала его семья А конкретно его братья, которые, честно сказать, очень мало внимания уделяли цирку из-за своей вечной занятости в других областях бизнеса Стали меняться владельцы И в какой-то момент цирковой администратор Морец решил взять управление цирком на себя Во вторник 20 октября 1898 года состоялась премьера обновленной программы Билеты были распроданы еще за два дня до начала представления, вследствие чего большинство любителей цирка не смогли на это представление попасть Директора Мореца встречали хлебом, солью и венком Тогда состоялось большое представление в трех отделениях Все, что происходило внутри, на арене, было похоже на феерический сон Одесский цирк начал оживать С 1908 года во главе Одесского цирка стоял жандармский полковник Малевич, который сам держал антропризу и приглашал лучшие цирковые трупы А летом здание цирка использовалось под кинотеатр, который назывался Палас-театр Также здесь проходили чемпионаты мира по борьбе с участием лучших борцов России и зарубежных стран В 1912 году проходил чемпионат Одессы по борьбе с участием сильнейших борцов всего мира В цирке успешно выступали и побеждали знаменитые борцы Иван Поддубный и Иван Заикин, который был также и первым воздухоплавателем в России В разное время на манеже Железного цирка выступали величайшие мастера манежа Анатолий и Владимир Дуровы, братья Никитины, Сальватор Бамбула, присказку о котором раньше знал любой одесский школьник Силач Бамбула поднял четыре стула и пятую кровать, а спичку не поднять Здесь работал дрессировщик лошадей Владимир Труцци До слез смешил публику клоун Жекамина, позже Карандаш Михаил Румянцев, Юрий Никулин, элезионист Кио, его сыновья и многие другие Все выдающиеся дрессировщики, атлеты, акробаты России и Советского Союза выступали на нашей арене Одесский цирк был и остается эталонным для цирковых артистов Если прошел проверку в Одессе, можешь ехать куда угодно, так говорят в их среде И мало кто знает, что известный сегодня во всем мире популярный и любимый цирковой жанр хула-хуп Это верчение обручем, был придуман именно в Одессе И придумал его Валерий Кузнецов, необыкновенный человек, создатель первой цирковой студии в нашем городе Юрий Олеша, Антон Чехов, Александр Куприн были страстными поклонниками цирка В 1901 году даже произошло знакомство Чехова с Владимиром Дуровым Утверждают, что не без влияния знаменитого дрессировщика появилась на свет чеховская каштанка Александр Куприн изобразил русского борца Арбузова, выступавшего в Одесском цирке, в рассказе «В цирке» В те годы, когда соревнования по французской борьбе были популярным и обязательным зрелищем Писатель Лев Славин по этому поводу писал следующее Афишные столбы в городе были заклеены плакатами С изображением могучих полуголых дядек, извивавшихся на ковре в красивых схватах После печальных событий 1917 года здание Одесского цирка перешло в собственность городского совета А в 1925 году Одесский цирк получил статус государственного Дорогие друзья, вот сейчас удивительный факт Обращаю ваше внимание, я иду по внутреннему коридору вокруг арены А надо мной потолок, а там находятся зрительные места в зале И вот когда-то, еще в самом начале жизни цирка, здесь не было этого потолка, этого настила Он не закрывал зрительные места И когда люди сидели, например, там грызли семечки, можно было курить То все эти окурки, шелуха сыпалась на проходящих внизу Сегодня этого нету, этот настил сделали где-то приблизительно в первой половине 20 века И теперь все чисто и благородно Вот так Ну и главное, чем могут гордиться Одесситы, это то, что наш цирк является самым старым не только в СНГ, но и во всем мире Дело в том, что стационарных цирков не строили нигде, кроме как в России и в Китае и в Европе Вообще обходились везде передвижными шапито Ну а мы пожелаем нашему родному цирку на Кублевской долгих лет успешной жизни нам на радость И снова гаснет свет и начинается чудо На сегодня все До новых встреч в программе «Где идем?» Пока Афишные столбы в городе были заклеены плакатами с изображением могучих полуголых дядек Извивавшихся на ковре в красивых схватках Представляете, сегодня такие афиши А что это вы все тут делаете? Цирк-то уже закончился Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...